Ежегодно в Международный день Черного моря в мире проводятся экологические акции. Жители стран Черноморского бассейна выходят на набережную, чтобы еще раз провести уборку и облагородить прибрежные территории. Проблема загрязнения воды, в том числе и бытовыми отходами, одна из наиболее серьезных. Визуально определить степень чистоты Черного моря сложно, но от этого фактора зависит многое. Студенты физики Абхазского государственного университета не забывают дату экологического праздника. Под руководством преподавателей, практикующих ученых, они проводят различные акции. Твердые отходы, с ними нужно бороться, то есть принимать все меры, чтобы не было такого загрязнения, проводить очистку побережья, очистку берегов. История происхождения и развития Черного моря постоянно притягивает внимание исследователей. Во времена глубокой древности существовало единое водное пространство. Позднее, в результате горообразовательного процесса и поднятия Альп, океан разделился на две части. В восточной половине оказалось Черное, Каспийское, Азовское и Аральское моря. А все вместе они составляли Сарматское море. 8 миллионов лет назад происходят горообразовательные процессы, в результате чего Аральское море отделяется, остается Каспийское и Черное море пока единым. Ну и островок Кавказа продолжает возвышаться. Это единое море, Каспийское и Черное море именуются Пантическим морем. Затем, один миллион лет тому назад, опять в результате этих процессов и в результате поднятия Кавказских гор, Черное и Каспийское море, они отделяются друг от друга и приобретают современные очертания Азовского и Черного морей. Черное море является внутренним морем бассейна Атлантического океана. Через пролив Босфора оно сообщается с Мраморным морем, а через Керченский пролив – с Азовским. Существует здесь два течения. Это Верхнебосфорское течение и Нижнебосфорское течение. Верхнебосфорское течение перемещает водные массы, Черноморские водные массы в сторону Мраморного моря, а Нижнебосфорское течение уже в обратную сторону. Из-за того, что уровень Черного моря находится ниже Мраморного сантиметра на 30, существуют именно вот эти два течения. Благодаря взаимодействию этих двух течений происходит миграция рыб между двумя морями. Черное море – самый большой в мире Мрамортический водоем. Это означает, что верхние и нижние слои воды не смешиваются между собой, так как между ними существует еще один промежуточный слой. Холодный промежуточный слой расположен от глубины 30 метров до 100 метров. Именно в этом холодном промежуточном слое формируются такие скачки температуры, солености и плотности. До глубины 200 метров все равно существует и кислород, и сероводород. Есть зона сосуществования, это 150-200. Там уже живых организмов почти нет, но есть серные бактерии, есть какие-то организмы, которые адаптировались к такой среде. А ниже 200 метров отсутствуют организмы, которые питаются кислородом. Для черноморских стран море играет огромную роль с экономической точки зрения. Здесь важно отметить большие рыбные запасы, а также удобные транспортные маршруты. На берегу Черного моря расположены 7 стран – Болгария, Турция, Румыния, Россия, Абхазия, Грузия. И, конечно же, на территории этих стран находится большое количество городов-портов. Такие как Самсун, Трабзон, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Сочи, Туапсе. И, конечно же, наш Сухум, который является одним из самых древнейших городов-портов в мире. Ежегодно существенный объем морских перевозок приходится на экспорт нефти, нефтепродуктов, металлов, минеральных удобрений, экспорт леса, пиломатериалов и многое другое. Также в Черноморском бассейне развиты разные виды перевозок. Это пассажироперевозки, контейнерные перевозки, паромные переправы. На побережье Черного моря в основном встречаются комфортные климатические условия для развития туризма. Что касается Абхазии, то в этом плане, по мнению ученых, наша страна занимает наиболее удачное и благоприятное расположение среди других стран бассейна.